Продолжение истории дебошира с Мачете. Сегодня вопрос о мере пресечения бизнесмену, который в июле едва не убил семейную пару на востоке столицы, рассматривал Московский городской суд. Но поводов для ареста подозреваемого вновь не нашлось. На время следствия свободу Григорию Жигунову будет по-прежнему ограничивать лишь подписка о невыезде. Репортаж Антона Толмачева. В суд Григорий Жигунов явился с супругой. Образ примерного семьянина, по большому счету, и помог ему остаться на свободе. Дети на иждивении, солидной работой, московская прописка. Этих обстоятельств в Перовскому районному суду было достаточно, чтобы избрать обвиняемому самую мягкую меру пресечения. Он уже несколько месяцев под подпиской о невыезде. Сегодня в Мосгорсуде рассматривалась апелляция. Итог для потерпевшей стороны неудовлетворительный. Напавшего с мачете снова оставили на свободе. Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражом. Потерпевшая сторона в зале не присутствовала. Сегодня же медицинский консилиум решал, есть ли вообще шанс спасти поврежденную руку Александра. Рука не работает. Работает только большой палец. Вот эти вот четыре пальца, они вообще чувствительности нету, кисть не работает. Все случилось 15 июля. На парковке Александр с супругой находились в машине. Да вот незадача, забыли выключить фары. И это, судя по всему, из-за дела 42-летнего Григория. Короткая словесная перепалка и удар гигантским ножом. Целью, судя по всему, была голова. Но потерпевший успел подставить руку. Рассечена артерия. Восстановление, по прогнозам медиков, продлится минимум два года. И вряд ли будет полным. Я просто не понимаю, почему полтора месяца прошло, он еще все ходит, перемещается свободно. Один раз с супругой, вот я ее встречал с работой, его видели, он спокойно передвигается, сидит. Будет ли защита обжаловать сегодняшнее решение суда, оставившее Жигунова на свободе, пока не ясно. Но сам нападавший это время даром не тратит. Даже успел навестить в больнице того, кого до этого чуть не убил. Без камер в зале суда обещал возместить ущерб и траты на лечение. А вот с журналистами, по традиции, был немногословен. Лишь супруга обвиняемого на бегу бросила несколько слов. Не задержан. Не задержан, да. Поэтому рады? Конечно. Как думаете, с другой стороны, все-таки будет апелляции новую подавать? Не знаю. Но вам бы это не хотелось? Это их правда. Если новых апелляций не будет, в следующий раз стороны снова встретятся в Перовском районном суде. Там же будет выноситься окончательный приговор за нанесение тяжкого вреда здоровью. Водителю с мачете может грозить от полугода до 10 лет тюрьмы. Антон Толмачев, Дмитрий Шестухин, Сергей Ванилович, Александр Бойко и Юлия Нетребина. Вести. Москва.